Добрый вечер в эфире телевидения Электрогорска в студии Анны Вязгина с информационным выпуском новостей. Какими были прошедшие выходные и начало новой недели, расскажем прямо сейчас. Смотрите сегодня. Как в Электрогорске отметили День физкультурника? Специальный сюжет наших корреспондентов. Шаг за шагом. Капитальный ремонт городской бани. Лучше предупредить. В диагностическом отделении поликлиники можно сделать маммографию. Долгожданное открытие психоневрологического отделения. Новая детская площадка украшает двор одной из улиц города. Оперативное совещание у главы. Итоги задачи. Переходим к самим новостям. И начнем с темы спортивной. Ярким праздником в минувшую субботу активные жители города отметили День физкультурника на городском стадионе имени Роберта Классона. Эту дату отмечают в нашей стране с 1939 года. Сейчас он проходит во вторую субботу августа и является профессиональным праздником спортсменов и тренеров. Спортивные и активные люди, уважающие физкультуру, посвятившие свою жизнь воспитанию юных спортсменов, ученики спортивных секций собрались в этот день на городском стадионе, чтобы достойно отметить любимый праздник. Поздравляю вас всех с праздником Днем физкультурника. Желаю всем сегодня отличного настроения и ярких побед. Всех с праздником. Торжественное открытие Дня физкультурника началось с поднятия флага России, придавшему празднику серьезность, сплоченность и спортивный дух. Поздравляю всех спортсменов, ветеранов спорта, всех, кто ведет активный образ жизни с замечательным праздником Днем физкультурника. Очень приятно осознавать, что спорт становится нормой нашей жизни, ведь спорт несет нам силу, красоту, несет благородство духа, учит преодолевать любые преграды. Желаю вам всем здоровья, счастья, успехов и новых побед и в жизни, и в спорте. С праздником вас! Торжественную церемонию праздника продолжило чествование заслуженных спортсменов и тренеров Электрогорска. Награждается Богунов Анатолий Грязьевич, ветеран спорта, призер и чемпион России по тяжелой атлетике. Спортсмены Электрогорска не раз защищали честь страны на соревнованиях мирового уровня, становились олимпийскими чемпионами, завоевывали призовые места. Сильный тренерский состав приучает молодежь к здоровому образу жизни, воспитывает спортивный дух и волю к победе. Большую благодарность ветеранам спорта, потому что без прошлого не может быть и будущего. Также хотел бы выразить благодарность всем физрукам без исключения за то, что всегда помогают на всех мероприятиях спортивной направленности. А также хотел бы сказать огромную благодарность всем спортивным учреждениям нашего города. С праздником! Спасибо! После завершения торжественной части состоялся легкоатлетический пробег. Также проводились соревнования по футболу, волейболу, стритболу, шашкам, шахматам, городкам. День в культурнике проходит, я считаю, отлично. Погода, теплый день. Все площадки наши спортивные задействованы. Мы провели показательные выступления по кроссфиту, футболу. От 3 до 16 лет у нас прошел тоже показательная тренировка. Волейболисты сейчас собираются, товарищескую игру также проведут. Баскетбол турнир по стритболу у нас тоже сейчас уже в процессе идет. В принципе, все хорошо, в дружественной атмосфере протекает. Ну а как себя поддерживать в форме, я думаю, это самое главное – желание. Если у человека есть желание, то найдутся и возможности. Каждый участник праздника нашел для себя занятие по душе. В состязаниях победила дружба и хорошее настроение. Но заслуженные награды нашли своих героев. Первое место в турнире по шахматам у нас занимает Захаров Владислав. Поздравляем! Поаплодируем! Он занял первое место по шахматам! Молодец! День физкультурника – праздник, сохранившийся с советских времен. Он объединяет всех – тренеров, учителей физкультуры, спортсменов и простых любителей физкультуры. Всех тех, кто хочет вести здоровый образ жизни. Можете нам дать какие-нибудь советы, как поддерживать себя в форме? Совет один – прислушиваться к своему здоровью, быть всегда в форме. Я вот утром начинаю всегда с зарядки. Хорошо мне собака в этом помогает. Ее нужно гулять, но я не просто гуляю, я с ней пробегаю по стадиончику, делаю разминку. И вообще я всегда с детьми нахожусь, поэтому это мне быть в хорошей форме помогает. Где-то шестой десяток уже, но я думаю, что я и дальше буду молодеть. Культура создания здорового духа и красивого физического тела начинается еще с детского садика, школьной скамьи и занимает прочное место в жизни почти каждого человека. Это праздник молодости, праздник души, праздник настроения, всего это. Это большой праздник. Мы ветераны спорта здесь вот, все собрались, ветераны. Конечно, для нас это был праздник. Можете дать какой-нибудь совет, как поддерживать себя в спортивной форме? Ну, каждый день надо заниматься зарядкой, утренней обязательно. Поддерживать обязательно. Это долг отдать надо. Всем пример надо показывать, что мы ветераны, старики, и бегаем, и играем, и судим, и все делаем. Поэтому День физкультурника – это не только праздник профессиональных спортсменов. Это праздник каждого из нас, ведь только в здоровом и красивом теле живет и действует здоровый, бодрый и оптимистичный дух. Супер, хороший праздник. Нравится? Да. В городской бане продолжается капитальный ремонт. С целью контроля проводимых работ ее посетили глава города и ответственные лица. А руководитель подрядной организации рассказал о том, на каком этапе находится ремонт. Ремонт проводит компания «Строинженерия». Сейчас штукатурят стены помещений, потолки, сняли старые полы и заливают стяжку для новых. Помимо ремонта стен, потолков и полов, выполняется прокладка инженерных систем, электрической проводки, трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, укладка стеклоблоков. По кровле сейчас закрывают ту часть, которая была у нас частично демонтирована, где остались стропильные системы. Сейчас укладывают гидропароизоляцию и делают обрешетку с целью закрыть контур от возможных осадков на половине здания. Ориентировочно со вторника Тереса Среды придет пивоматериал на основную часть здания и будем создавать стропильную систему уже на основной части здания. А помимо кровли какие-то внутри работы? Штукатурные. Штукатурка идет в полном ростном штукатурку. Сейчас два дня идет подготовительный период и ребята, чтобы фронт работы штукатуром обеспечивают. Планируем до конца следующей недели закончить штукатурные работы. На объекте сейчас задействовано 11 человек. Кровельщики, штукатуры и строители, которые занимаются подготовкой площадок для штукатуров. Намеченные работы ведутся планомерно, но дел впереди много. О том, что изменится через неделю, расскажем в ближайших эфирах. Городская поликлиника приглашает женщин старше 39 лет пройти маммографическое обследование. Подробнее в материале коллег. Онкологические заболевания, пожалуй, самое страшное, что может грозить нашему здоровью и нашей жизни. Рак развивается быстро, бороться с ним тяжело и дорого. Лекарства от рака до сих пор не существует. Но современные диагностические возможности позволяют выявить онкологию на ранних стадиях. Для этого жители города проходят профосмотры и диспансеризацию в Электрогорской больнице. У нас проводится ежегодная диспансеризация населения и профилактические осмотры. И так как диспансеризация является комплексом мероприятий, который включает в себя определенные обследования, которые направлены на выявление заболеваний, и одним из таких обследований является маммография. С 39 до 48 лет женщина проходит один раз в три года маммографическое обследование, а с 50 лет и старше – один раз в два года. Если ранее вы обращались в медучреждение с болями или у вас выявлялись изменения в груди, маммографические обследования необходимо проводить раз в год. У нас есть кабинет профилактики, он находится в поликлинике на первом этаже. Там ежедневно рабочий день начинается с 8 утра до 3 часов. Можно туда обратиться, и медицинская сестра заполнит с вами все документы, необходимые для прохождения диспансеризации или профилактического осмотра, расскажет вам все мероприятия, где, в каком порядке и как их проходить, в том числе и маммографическое исследование. Вам дадут направление, и вы сможете пройти обследование в кабинете маммографии диагностического отделения на первом этаже с 11 до 12 и с 16 до 17 часов ежедневно, кроме выходных. Также можно записаться и получить информацию на ресепшн. В связи с тем, что предполагается ремонт с начала сентября, мы будем переезжать отделением по разным местам. Более подробно мы скажем, где какие части нашего отделения будут функционировать. Единственное, что не пойдет, если мы пойдем в ремонт, не будет перемещено, это маммограф. Он относится к разряду тяжелого оборудования, который требует специализированного кабинета, установки и многих-многих вещей, и особенно даже разрешения на него. Поэтому на время ремонта он будет законсервирован. Во время ремонта диагностического отделения пациенты смогут пройти обследование в Павловском посаде. Но пока есть возможность сделать это в нашем городе, нужно поторопиться. За период с января по июль этого года диспансеризацию прошло более 2000 человек. При этом впервые были выявлены. Два новообразования, один из них – рак молочной железы, был выявлен на маммографии. 18 заболеваний эндокринной системы, два из них – сахарный диабет. 50 заболеваний сердечно-сосудистой системы, один из них – ишемия, 49 – гипертония. 5 хронических заболеваний легких, 4 заболевания ЖКТ. Мы очень хотим, чтобы к нам прислушались, услышали и пришли проходить диспансеризацию, так как это программа государственная. И просим всех работодателей тоже отнестись к этому более серьезно, для того, чтобы наши жители были здоровыми. Их нужно своевременно обследовать. Долгожданное открытие психоневрологического отделения прошло в Электрогорске. Теперь в новых и комфортных условиях высококвалифицированные специалисты ведут прием пациентов, страдающих от наркотической и алкогольной зависимости, психических расстройств, людей, переживших нервное или эмоциональное потрясение. Исторически сложилось, что в городе Электрогорске в той или иной форме данный вид медицинской помощи всегда присутствовал. И в последние годы размещение пациентов было не совсем комфортабельным. Я только очень рад, что создаются нормальные условия, которые позволяют комфортно находиться и сотрудникам, и пациентам. Пациенты и медперсонал, да и многие горожане, долгие годы ждали и просили переведения психоневрологического отделения из полуразрушенного строения в другое помещение. И вот это случилось. Дневное отделение, готовое принять 15 больных, открыто в здании, где до этого располагалось детское отделение и детская поликлиника. Хочешь, что писали Путину, приходили ко мне с просьбой, когда же откроется, бери к главному врачу. Беспонком обращались. Ради Бога, откройте. Было масса писем. И, наконец, исполняется просьба и желание жителей города, больных, которых очень много в нашем городе. Ну, собственно, и отделение, так называется, отделение пограничных состояний и отделение неврозов. А невротиками может быть каждый из нас. Потому что такое состояние, это приходящее состояние. Но, тем не менее, если вовремя оказать помощь, то будет большая беда. Беды не случится. Отделение начинает работать. Переезд уже осуществлен. Проведен косметический ремонт, подготовлены палаты, процедурная, кабинеты врачей. Большая работа, проделанная коллективом, именно психоневрологического отделения, главным врачом. Всем, кто помогал, участвовал в этом действительно большом событии. Тамара Неконоровна, Мария Вадимовна. Поистине, сегодня созданы хотя бы более-менее уже приемлемые условия и для труда, для работы коллектива, и для приема граждан. Я надеюсь, что в будущем мы с помощью, кстати, Бореча, завершим дело до конца. И здесь будет функционировать круглосуточный стационар. Мы должны, наверное, к этому подойти, потому что наши жители города сегодня, ну, наверное, так получается, эту услугу получают в Павл-Пасадском районе, в городском округе. Ну, я думаю, что все, наверное, поддерживают, что здесь должен быть именно круглосуточный стационар, чтобы непосредственно всем жителям оказывалась помощь именно в этом месте и на этой территории. Открытие детской игровой площадки состоялось в городе в пятницу 10 августа. Еще один объект благоустройства, установленный по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, будет радовать наших детей и их родителей. Новое игровое пространство обустроили во дворе домов 35 и 43 по улице Советской. Новое игровое пространство обустроили во дворе домов 35 и 43 по улице Советской области Андрея Воробьева, Детишки осваивали новые качели и горки, играли и шумели. Взрослые не стали говорить много слов, а просто поздравили юных хозяев площадки с таким нужным и долгожданным подарком. Хотелось бы поздравить вас с таким знаменательным моментом, как открытие новой детской площадки. Конечно, довольно-таки значимое событие, чем оно отпечается. В первую очередь это улыбки детей, которые ожидали, допустим, такого момента, как открытие этой площадки. Площадки такие открываются массово по Московской области, по программе нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. От лица Андрея Юрьевича и от лица правительства Московской области хочу поздравить вас, повторюсь, поздравить вас с таким знаменательным событием, как открытие детской новой площадки. Берегите, счастья вам, здоровья. Спасибо большое. Открытие игровой зоны собрало много гостей, и все они поздравляли больших и маленьких жителей этого двора с радостным событием. Мы открываем уже вторую современную, красивую и безопасную игровую площадку, установленную по программе в этом году. Пусть площадки прослужат долгие годы, а благоустроенные дворы станут местом для прогулок и отдыха всех жителей. Желаю юным электрогорцам активно провести крайний месяц летних каникул, набраться сил перед новым учебным годом и радовать своими успехами. Поздравляю. Малыши и их родители этого и соседнего двора уже смогли по достоинству оценить новый игровой комплекс. Очень долгие годы мы ждали эту долгожданную нашу площадку. Многие, это даже больше 10 лет, можно сказать. И от имени всех жителей нашего двора, наших домов хочу поблагодарить за программу губернаторскую, за новую площадку, за губернатора Воробьева Андрея Юрьевича, а также администрацию города Электрогорц во главе Семенова Дениса Олеговича, за предоставленную возможность, за радость детей, обещаем беречь, охранять нашу площадку. Спасибо огромное. Детская площадка включает в себя более 10 игровых элементов, расположенных на травмобезопасном резиновом покрытии. Это качели, карусели, детский игровой комплекс, песочный дворик, спортивный комплекс. И все это предназначено для детей разных возрастов. Мне очень нравится эта площадка, потому что тут так хорошо, моя сестра даже приходит сюда гулять. Костик тебе, да? Да. А скажите, вот самое главное сейчас для вас играть, веселиться, а еще что надо делать с площадкой? Беречь ее, не мусорить. Беречь и не мусорить. А еще? Не ломать, наверное. Ну да, не ломать. Да, не ломать. Качели не ломать. То есть вы будете ее охранять, защищать, да? Да, будем. А тут есть один мальчик, Дима, он ломает. А вы ему говорите, что нельзя? Да, говорим. В нашем городе это уже девятая по счету детская площадка, установленная с 2015 года по программе губернатора области Андрея Воробьева. Сегодня для нас действительно знаменательное событие. Мы открываем уже в этом году в городе вторую площадку комплексную по программе губернатора. У нас еще в планах третью открыть рядом на Советской 32-32. Ну, надеюсь, что эта площадка с этими элементами будет приносить всем детям отличное настроение, всегда радости и много улыбок. Всех вас поздравляю, всех с праздником. На сегодняшний день новые игровые площадки появляются во всех округах и районах Московской области. В целом, за все время действия губернаторской программы более 500 тысяч детей получили возможность гулять, развиваться и проводить свободное время на современных инновационных площадках нового поколения рядом со своим домом. В Государственную жилищную инспекцию Московской области поступает очень много обращений как по содержанию многоквартирных домов, непосредственно, зачем мы надзираем за содержание многоквартирных домов управляющими организациями, так и по содержанию дворовых территорий. Люди обращаются массово не только, допустим, по Электрогорску, но и по таким крупным городам, как Балашиха, Люберцы, Щелково и так далее и тому подобное, еще раз говорю, по всей Московской области. Мы работаем во взаимодействии с администрациями, иными надзорными органами, скажем так, Госадым технадзором. И хочу сказать о том, что наш губернатор Андреевич Воробьев очень внимательно относится к этому вопросу по благоустройству детских площадок. Программа эта работает не один год по тем же площадкам детским. Массово устанавливается, детям очень нравится, ну вы представляете, вот такая вот красивая новая детская площадка для такого количества детишек, ну это же просто замечательно, я считаю. Поэтому работа над этим вопросом, конечно же, ведется сейчас, велась и в дальнейшем вести будет. Подготовка к отопительному сезону. Выполнение поручения губернатора Московской области по благоустройству территории. Ход выполнения поручений главы. Эти и другие события смотрите в репортаже с оперативного совещания в администрации. А я прощаюсь с вами. В студии была Анна Вязгина. До встречи на канале ТВЛ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...